С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Очень приятно вас видеть в понедельник. Я понимаю, что вы уже готовы в дорогу. В дорогу те, кто празднует пасхальные праздники. Наверняка уже приготовили там тесто замешано, вещи приготовлены. Вы в дорогу все готовы. И я уверен, что сегодня вечером вы отправитесь, вы выйдете из Египта, в которой будете всю жизнь идти. Я желаю вам хорошей дороги и надеюсь, что праздник все еще впереди. И в следующий понедельник я вас буду поздравлять более подробно. А сегодня у нас тоже интересная встреча, потому что каждая идея, каждая возможность, которая предоставляется человеку, в общем-то это его выход. Выход в мир, выход в жизнь, выход из, в общем-то, каких-то будней, в которых он постоянно находится. Обычно человеку очень тяжело в миграции. Мы всегда об этом говорим, говорим на наших передачах, говорим между собой, что найти себя в миграции, особенно творческому человеку, это огромный труд и огромная проблема. Некоторые возвращаются в Россию для того, чтобы реализовать себя. И, в общем-то, сложно их осуждать. Поэтому, когда что-либо подобное творческое происходит на нашей улице, иммигрантской улице, всегда это приятно. Наверняка те, кто смотрит наше телевидение и другие телевидения, уже сталкивались с информацией о том, что в Нью-Йорке был поставлен спектакль. Назывался он «Привидение Муллен Руш». Я специально дождался, пока спектакль прошел в миллениуме. В Нью-Йорке, на Брайтоне, прошел в миллениуме. Во-первых, мне хотелось узнать первую реакцию. Во-вторых, мне хотелось, чтобы уже как бы немножечко отстояло. И, в-третьих, тогда уже поговорить с людьми, что стоит вообще за кулисами. Ведь очень часто многие из нас хотели бы пройти за кулисы и поговорить с за кулисами, с актерами, с исполнителями ролей и с теми, кто создавал этот спектакль. У вас сегодня будет такая возможность. Мы с вами отправляемся за кулисы. И знаете куда? В Муллен Руш. Я просто напомню, буквально в нескольких словах. Вот у меня есть выдержка о том, что вообще Муллен Руш – это место такое в Париже. В Париже, когда была Всемирная выставка, открывали Эйфелевую башню, открывали Всемирную выставку в Париже. В это время и начал работать Муллен Руш. И это был 1889 год. Я подглядываю, чтобы, не дай Бог, не ошибиться. В общем-то, это было давно. В этом Муллен Руш танцевали, в этом Муллен Руш люди были очень и очень известные. И вы знаете, сегодня тоже Муллен Руш работает. И прежде, чем мы перейдем к нашему Муллен Руш, который в Бруклине, который в Нью-Йорке, который в Миллениуме, я хочу сказать, что есть даже тарифы. Так вот, все, кто посещает Муллен Руш, я, кстати, тоже там был, они получают полбутылки шампанского. А билет стоит, билет стоит от 115 до 150 евро. Это дешевле, чем в Бруклине. Бруклине у нас стоило, то есть это дороже, я прошу прощения. У нас в Бруклине стоило чуть-чуть подешевле. Правда, шампанского не было. Но мы сейчас узнаем, почему не было шампанского и почему дешевле. В любом случае, Муллен Руш прибыл в Бруклин. У нас в гостях Исаак Гурвиц, продюсер спектакля проведения Муллен Руш. Здравствуйте, Исаак. Добрый. Вы шампанское пришли? Или я должен шампанское вам поставить? Я ожидал, что вы поставите шампанское. Было бы приятно, очень приятно было. И один из ведущих артистов спектакля. В общем-то, там несколько и все ведущие. Сергей Побединский. Сергей, приветствую вас. Доброе утро. Ты бывал когда-нибудь в Муллен Руш в Париже? Бывал в далеком 90-м году, когда еще ездил с первыми своими концертами. Тебе понравился Муллен Руш? Да. Тогда для меня... У тебя была такая мысль, что и ты будешь Муллен Руша? Честно говоря, нет. Тогда давайте посмотрим. У нас есть несколько фотографий. Муллен Руш. Покажите нам, пожалуйста, первые фотографии. Вот так это выглядит. Я напоминаю вам, Сережа, поскольку вы были. Исаак, я не знаю, вы были в Муллен Руш? А, да, то, конечно. Так, Муллен Руш. Мельница. Красная мельница, да? Красная мельница. Следующие фотографии у нас. Это вот Париж. Это тоже такая вот зарисовка. Муллен Руш. Да, что у нас идет? Следующие фотографии. Это у нас Тулуз Лутрек. Тулуз Лутрек, который прославил Муллен Руш. И я надеюсь, найдется художник. Ну, по крайней мере, сейчас есть фотографы, которые прекрасно сняли ваш спектакль. Но мы ждем своего Тулуз Лутрека, который сделает картины с вашего спектакля, Исаак. У нас есть художник, который живет в Париже. Все понятно. И давайте покажем еще одну фотографию. Вот так выглядит Муллен Руш сегодня. 100, 15, 145 евро. Вы приходите, получаете шампанское и смотрите карди-балет. А мы с вами, господа уважаемые, отправляемся в Нью-Йорк, Бруклин. Привидение Муллен Руш. И там тоже будет и карди-балет, и прекрасные артисты, и все, что ожидается от Муллен Руш. Итак, Исаак Гурвиц, продюсер спектакля «Привидение Муллен Руш». Скажите, пожалуйста, Исаак, мы ведь с нашими зрителями пришли к вам за кулисы. Кого угораздило вдруг ставить в Нью-Йорке спектакль? И у кого такая была вера и надежда, что это будет хорошо? Ну, во-первых, надо сказать о Игоре Афанасьеве. Это очень талантливый человек. Он поставил мне и в Хиеве, и в Москве, ставит сейчас спектакль. У него появилась идея, собственно, и Люда, и Сережа. Подсказали ему, или как там было, я не присутствовал. Но когда Игорь Афанасьев позвонил мне, сказал, да, я буду участвовать в этом деле. Это хорошо. Я прочитал сценарий, мне нравится, мы будем это делать. И стали мы делать. Скажем так, все они люди творческие, а вы был единственный трезвый человек, который смотрел на это дело спокойным, трезвым взглядом, да? Ну, каким трезвым? Конечно, слушайте, человек, который когда-либо был в театре, работал в театре, это уже остается ему на всю жизнь. Это необъяснимо, надо быть сумасшедшим. Вот это и есть сумасшедшим. Все актеры, все режиссеры, все это люди ненормальные. Это не в норме в человеческом понять. Ты начинаешь действовать, как будто ты начинаешь военные действия, ты не знаешь, что потом будет. То и получается. Скажите, пожалуйста, мне приходилось слышать такое мнение. Вот если бы какой-то спектакль, многие, которые пытались поставить спектакль и создавать театры здесь у нас в эмиграции, они жалуются о том, что зритель как бы, но с пренебрежением, что ли, относится к тому, что создается здесь. Они считают, что лучшие там в митрополии, это там в Москве, где-нибудь в Ленинграде. Вот оттуда приезжают и привозят порой не лучшего качества спектакли, но люди идут, платят деньги и довольны. Правда, не всегда. А тут это сложно сделать. Скажите, пожалуйста, у вас таких мыслей и вообще проблем не возникало? Ну, что, я понимаю и знал это, и знаю, что так относятся к любому, что бы ни создали здесь, так относятся народ. Но, тем не менее, после премьеры мы слышали неоднократно, бис, браво, одна наша очень известный человек, я даже не знаю, как ее назвать, она всегда бывает, она говорит, что, куда мы идем, вот куда надо идти, не надо на этих вот, которые привозят нам и дурят нас, надо ходить на этот спектакль. Это вы говорите после спектакля, который первый раз прошел на Брайтоне про Милленио. Это было 19-го. Скажите, пожалуйста, вы довольны первым? Зал был неполный. Это надо честно сказать. Почему? Чем вы это объясняете? А потому что не верят, люди не понимают и даже не верят, не могут себе сказать, что давай мы посмотрим, что же эти ребята сделали, живут здесь. Масса талантливых людей, и которые не то, что не хуже, а лучшим. Потому что то, что я видел в Москве, в театре Аперетта, это даже стыдно на эту тему говорить. Я не знаю, возможно, сейчас, это было 8 лет назад, возможно, сейчас все изменилось. Но тогда невозможно было. Я тоже могу сказать, да, зал был неполон. Но после спектакля мне приходилось уже слышать реакцию. Во-первых, те, кто видел, говорил, это прекрасно, это очень интересно, это здорово. А те, кто не видел, жалели, что не пошли. Поэтому мы спросим Сергея. Сергей, пожалуйста, ты профессионал, ты бывал в Мулен-Руже. Скажи, пожалуйста, ты верил в то, что это получится? Чья вообще идея? Вот Исаак сказал, что в какой-то степени и от тебя с Людмилой тоже. А идея, скорее всего, принадлежит Людмиле Фисенко. Она еще об этом расскажет. Да, я хочу сказать, уважаемые телезрители, что Людмила Фисенко будет во второй части нашей передачи. А уже ее поддержал знаменитый киевский, работал в киевской оперете Игорь Афанасьев. Я бы хотел немножко поправить слово иммигрант. Иммигрант до 91-го года и после 91-го. Разные вещи, когда люди тогда не могли еще выезжать и видеть мир, так сказать, так свободно, я имею в виду, в бывший Советский Союз, в Россию. Мы сейчас здесь как бы так иммигрантами себя, как иммигрантами считаем, потому что я артист московский, то есть я закончил московское институт Гнесиных, Людмила в Киеве проработала. Мы просто, мы здесь стараемся это играть и представлять благодаря Игорю Афанасьеву и Исаку Гуруцу вот для наших людей, которые нас любят, наших поклонников. Но нет у тебя такого ощущения, что вот заезжие гастролеры, они более приоритетное положение в глазах зрителей? Есть. И именно поэтому мы сейчас это и делаем. Наконец наступило время сделать и сказать свое «я» здесь нам, артистам, которые здесь живут, которые постоянно на виду, которые поют и успешно, так сказать, живут. И в комьюнити делают очень много разных программ, не только оперет, но и военные циклы, и много чего. Я знаю у тебя прекрасные циклы «Романсы». Романсы, да. «Романсы» — это вообще мой пожизненный конек. Но я сегодня впервые без гитары, потому что приготовился говорить об оперете. Ну ничего, у нас есть запись, поэтому мы сейчас визитную карточку твою покажем. Скажи, пожалуйста, кого ты как бы играешь, исполняешь вот в этой работе? В этой работе я исполняю привидение «Мулин Руш». Оно в пьесе значилось, Игорь назвал «Оно». Но потом мы выяснили, что оно, я это дедушка, дедушка внучки якобы, но такой моложавый дедушка. Я являюсь директором и солистом театра этого «Мулин Руш» 19 века. Вот. И делаю всякие, как бы, как назвал грабы, интересно, как роль серого кардинала исполняю. Все это там, такие какие-то интриги все замешивали. Давай послушаем. У нас есть несколько записей, и мы с удовольствием что-либо послушаем. Итак, первая, первая видеозапись. Ты хочешь как-то предварить ее? Да нет, пусть сначала прозвучит, я посмотрю, а потом... Хорошо. Пожалуйста, покажите нам первый видеосюжет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Скажи, пожалуйста, Сережа, вы как бы берете классический репертуар, да, пире, пире, и, ну, внедряете его в «Мулен Руш». Это нормально? Это органично? Это идея автора. В этом есть какая-то интрига, понимаете? Он исходил из того, что вы умеете, что лучше у вас получается, или ему казалось, что в этом будет какой-то вот такой трик? Какая-то изюминка из того, что мы... Наверное, комплекс всего. Из того, что мы умеем, из репертуар. Кстати, «Мистера Икса» я никогда не пел, и это никогда, даже в театрах опереток, когда работал, да, впервые мой дебют здесь, премьера вообще, поэтому я очень волнительно его там исполняю, потому что, ну, это знаменитая ария, Георгий Коцкий. Но тебе нравится твоя работа? Мне безумно нравится. Мы просто, мы все эти четыре месяца, репетируя в театре «Миллениум», как вот, знаете, маленький такой театр рождался на глазах, вот постепенно. От рождения пьесы, потом идей, потом музыкальных номеров и все-все-всего этого. Это безумно интересно. Мы же соскучились по этому. Скажите, пожалуйста, как часто приходилось репетировать, и я бы хотел еще один каверзный у вас вопрос спросить. Самый сложный вопрос, самый простой и самый сложный. Деньги. Откуда берутся деньги, поставят спектакль? Вот сейчас, в эту минуту, нас смотрят наверняка люди, я не знаю, в Калифорнии, во Флориде, еще где-нибудь. И кто-то, может быть, мечтаешь сделать, что-то хотел бы сделать. И он начинает говорить, да откуда? У меня ни денег, ни возможности артистам платить. Вы, Сережа, оплачивали его труд? Это рассчитываем, что в будущем он получит застройство. Сережа, и вы согласен на то, что деньги вперед или деньги потом? У нас есть спонсоры-поклонники наши здесь, которые, так сказать, нас поддерживают. А спектакль, когда в процессе зарождения, то это, знаете, из истории. Еще Станиславский ездил по России и собирал старую мебель для своих спектаклей, потому что не было денег на реквизиты. Поэтому... Все нормально, да? Да, поэтому это нормальный процесс. Но мы надеемся, что это в скором будущем. Исаак, а где вы собирали реквизит? Мы одалживали. Я благодарен тем, которые доверили мне. Понятно. Скажите, как много репетиций? Как часто встречались артисты? Мы репетируем, надо сказать, Павкуну даже благодарность. Он все-таки нам разрешил репетировать. Что значит «даже»? Даже потому, что мы не как это... Ну, хорошо. Мы ему действительно благодарны за то, что он нам разрешил. Он нам разрешил репетировать. Там было холодно, правда, но ничего. Мы репетировали чуть было. Люда... Это мы говорим о владели... О репетициях. О человеке, который владеет миллениумом. Да. Он нам разрешил там репетировать. И я должен вам сказать, что даже для того, чтобы включить свет в миллениуме, для того, чтобы пришел кто-то сделал, это все должен кто-то работать. Правильно. Паукман должен кому-то платить. То есть в этом плане... В этом плане мы благодарны. Конечно. То есть, скажем так, спектакль – это настолько общественное мероприятие. То есть один человек ничего этого сделает. Борис, я вам скажу, у меня есть лист, где расписаны, с кем я должен был говорить. Там 30-40 фамилий, имена и фамилии, где я должен был. И все это надо согласовать, и надо, чтобы это... Это был продюсер, извините. Да, но это очень... То есть это не совсем так все просто. У вас прекрасное... То есть можно иметь деньги и не сделать спектакль. А можно не иметь деньги и сделать спектакль. И вот мы его сделали. И ребенок родился. Это интеллектуальный продукт нашей эмиграции. Нашей общины, которой вроде не существует. И в то же время мы показали, что мы существуем. Скажите, пожалуйста. Осталось только лишь поддержать нас. Прийти, купить два билета и два билета для своих родственников. Хорошо, мы еще к этому вернемся. Скажите, пожалуйста, Исаак, вы до этого спектакля, ваша связь с театром и ваша... Немножко о себе. Перед отъездом я так училась. Это было... Я уехал в 80-м. Значит, это 78-й год. Мне позвонила... Она сейчас работает в театре. Тоже режиссер. Она была тогда, по-моему, режиссером. Она сказала, что, Исаак, ты знаешь, нам нужен инженер. Я говорю, а кто у вас главный инженер? У нас там есть такой рыжий еврей. Я говорю, подойди к этому рыжему еврею и скажи, что еще один еврей хочет прийти. Она на полном серьезе подходит к этому рыжему еврею, Григорий Масеевич. И говорит, давай его сюда. Ну, и я благодарен Тамаре Михайловне, который начальник отдела кадра. Это где было? Это было в театре Станиславска на улице Горького, 26. Таким образом, я оказался в театре. Поработал четыре с половиной года. И вы видели, как это надо говорить? Только видел, я работал вместе с Васильевым, с Рехельгаусом и Борисом Морозовым. Хорошо, прекрасно. Сергей, а немножко о себе. Я уже слышал, ты закончил вуз в Москве, да? Да, Академию Гнесиных сейчас. Гнесиных. Ты успел поработать в Москве? В Москве я работал у Юрия Шерлинга. Как по случаю судьбы, он нас взял 9 человек с нашего курса, стажерскую группу, но в 1984 году. Но театр закрылся сразу, поэтому я не успел поработать, но только успел немножко выучить идыш и прикоснуться к культуре еврейской музыки. Но ты не еврей. Это есть интенсивные вопросы. Я не знаю, я свое древо не копал, я чувствую себя человеком мира. Но мне очень приятно, что ты не еврей, что ты выучил немного идыш. Да, да. И я рад, что у меня... Это еще больше тебя? Да, я рад, что это частичка была в моей жизни, я имею в виду начало своей карьеры. Но потом, когда театр распался, я стал пробовать ездить по периферии. В Москве невозможно было найти, нужна была прописка. Меня приглашали в Москву с театра Перетта на какие-то там роли. Я захотел поехать поиграть сразу главный, поэтому я поехал сначала в Иваново, там мне не понравилось. Уехал, потом вернулся к себе в Пятигорск, поработал в филармонии. Пятигорская Перетта у нас там слабая, хотя там и Сымбаев начинал когда-то танцовщиком. Но самые мои хорошие работы были в Красноярском театре Перетты. В один год, когда Хворостовский начинал тоже в театре оперы там. Это 86-й год. И потом Петрозаводский театр Карельский, драма и музыки. Там я очень много спел ролей и даже отрывки из опер. Ленского пел, это моя дипломная работа была в Гнесинке. А после этого уже настали перемены. Петрозаводск мне дал выход на другие города, потому что очень много было побратимов в то время. И Франции, и Финляндии. И я стал выезжать за границу и попал в Америку. А здесь что ты успел до того, как вышел на сцену спектакля «Привидение Молен Руж?» Здесь я очень много гастролировал с группой. Три у нас было классик ретро. Мы приехали в 90-м году первый раз с делегацией. Потом нас пригласили повторно в 91-м уже на официальные концерты. Мы приехали как артисты, музыканты, не как эмигранты. И продлевая визу, один год, второй, мы поняли, что это наша судьба. И объездил я более 20 штатов по Америке с концертами для американцев. Скажи, пожалуйста, но спектакли ты как бы здесь впервые? В Америке не было возможности? Да, не было. Я вот 10 лет в Нью-Йорке с гитарой, романсы, музыка с музыкантами. Тебе нравится спектакль, вообще вся эта атмосфера создания какого-то цельного, единого спектакля? Ну, как я уже говорил, у нас получилась такая маленькая группа единомышленников. И то, что сделал Игорь Афанасьев, Сергей Грабы, и замечательный музыкант, виртуоз, и наш музыкальный руководитель Эрик Штейнберг помогал нам в репетициях и подбирать музыкальный репетуар, то я понял, что это вот оно, то есть мы как бы нашли себя, обрели то, что мы хотели. Это не нравится, не может, потому что, ну, может быть, что-то там есть, какие-то недоработки в пьесе, еще что-то, понимаете, это новое. Но сам музыкальный материал и вообще идея, вот это немножко ностальгии, мюзикла 19 века, вот той культуры, опереты, и в то же время, что мы можем блеснуть, вот, исполнив это, и тронуть сердца наших иммигрантов, наших людей. И что мы сделали, как это может не нравиться. Появились какие-то, я знаю, мысли, идеи, такие, которые, ах, вот это бы еще сделать в перспективе. Конечно, мы сейчас как, мы, я не знаю, как продюсер наш, насчет денежных и забот и так далее, может быть, груз на нем бесит. Я присылаю сценарий. Но мы, я и могу сказать, Люда Фисенко точно знаю, не знаю, как Эрик и Сергей, мы летаем просто на крыльях, что мы еще что-то будем делать. И у нас уже поступили какие-то предложения насчет новогодних сказок музыкальных, таких вот от Театра Миллениума, так скажу, на будущее. Вот поэтому мы будем здесь вовсю творить. Никуда мы не поедем, ни в Москву, ни в Киев. Со спектаклем поедем? Со спектаклем поедем, но будем здесь. Давайте послушаем еще один фрагмент. Это и следующий фрагмент, это ты вместе с Людмилой, да? Да. С вместе с Людмилой или с Граба? Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим второй, следующий. Пожалуйста, покажите нам следующий. Это с Граба. Зрители очень-очень радостные. Маленький кусочек из Веселого Давыдовича. Просто, чтобы общую такую атмосферу. Скажи, у вас был человек, который ставил танцы, хороместер? Да, у нас был Леонид Фарбер, который вот недавно было десятилетие балетной его школы на Сибирис. Потрясающий балетмейстер. Я его раньше не знал, но знал, что он очень много ставил в Киеве. Исак, скажите, пожалуйста, вот подбирался Фарбер, еще там назывались фамилии. По какому принципу? Кто подбирал? Как это вы строили? Во-первых, все друг друга знают. Естественно, что Афанасиев знает Фарбера немного друг друга. Естественно, он его пригласил, чтобы он поставил танцы. И он действительно справился очень хорошо с делом. Перечисните, пожалуйста, значит, в спектакле участвует. Значит, создайте спектакля Захарова, вы сказали, да? Спектакль написал сценарий Игоря Афанасиева и поставил Игоря Афанасиева. Танцы поставил Леонид Фарбер. Участники это Сергей Грабы, Сергей Побединский, Людмила Фесенко и Эрнштейнберг, он же и музыкальный руководитель этого спектакля. Это, собственно, во время репетиции, знаете, как одно дело написано, другое дело там вот, и регулируется постепенно, и становится, и появляется этот ребенок. Да, но вот очень интересный момент, мне кажется, как создается коллектив, как создается группа единомышленников. Это было изначально как бы уже? Ну, 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 это все потом постепенно, постепенно люди чувствуют друг друга. Это все во время репетиции происходит, во время совместного действия происходит и контакт. Как часто вам приходилось нервничать? О, Боже, я спокоен, в этом отношении я спокоен, я не вмешивался, я смотрел, не ставился вопрос, и иногда кое-что мы говорили, разговаривали там вот так, вот так, вот так. Ну, в принципе, все шло, Игорь Афанаси является главным, собственно, он создал. Ну, вот со стороны, как вам казалось, вот было вот такое, знаете, ну, дружеская атмосфера или было какая-то... Не-не-не-не, она очень быстро, буквально через 2-3 репетиции, все уже стало на свои места, и люди начали, не каждый там предлагал, что ты все во время репетиции, это все быстро и создается. И постепенно ты чувствуешь, как меняется, ты чувствуешь, ты видишь, как это, ты ощущаешь и видишь, как меняется, что здесь вот, тут предлагается, это предлагается, и все, и постепенно, и когда уже все создано, и ты видишь, что это действительно получился... Не то слово. То есть вы довольны, все довольны, все довольны. Это прекрасный спектакль, это мюзикл, это в первый раз мюзикл собственными силами сделали и создали мюзикл. Я не знаю, это должны нам все хотя бы прийти на спектакль и увидеть, и потом только лишь убедиться. Кстати, у нас был парень позвонил, он из Севастополя, он говорит, я хочу прийти к вам именно потому, что вы сами все это сделали, то есть местный. Он остался таким, да он сказал, что когда будет следующий спектакль, я говорю, в июне, или в конце мая, в начале июня, говорит, я всех своих родственников приведу. Я просто хотел сказать, добавить немножко, что были опыты уже Александра Журбина, Молдаван, он рассказывал, и я от него слышал, когда мы вместе работали, как это трудно, и читал тогда, когда жил в другом штате еще, когда он создавал спектакль. Но просто сейчас немножко время изменилось. Что значит изменилось? Что ты видишь за этими словами? Что изменилось? Мы стали другими, мы стали более предрасположены к творчеству. Что произошло? Ну, наверное, я 10 лет в Нью-Йорке, люди, может быть, стали понимать, что антрепризные театры оттуда, из России, я ничего не хочу сказать. Есть потрясающе много спектаклей, артистов, певцов, привозят просто такие вот разовые постановки, иногда, может быть, усталые актеры. Потому что, ну, в принципе, мы же общаемся с нашими зрителями, они, многие, недовольны после концертов, спектаклей, шоу из-за границы, так скажем, качеством артисты, как поют. И поэтому, я думаю, время для нас настало именно вот в этом плане, что сейчас, как бы, выходить на качественный уровень нам, самим, интересно. То есть и публика готова, и вы тоже готовы? Я считаю, что публика готова. Публика на последнем спектакле была просто наша. В одно время был Петросян, в котором люди пошли в выступление Петросяна, и пришла к нам публика, именно которой хотели именно посмотреть спектакль. А, совпали, да? Совпали, да, это сам. Но к нам пришла публика изысканная, избранная, поэтому нам было очень легко играть, потому что мы чувствовали дыхание зала. И вот после каждой даже бессировали, после каждого дуэта или сольного какого-то номера. Хорошо. Я хочу сказать, Сережа, большое спасибо за то, что вот сегодня ты нашел время ее передачи, поскольку вторая часть в этом же кризисе мы попросим быть Людмиле Фисенко. Так что спасибо большое. Я надеюсь, что у нас еще будет много возможностей увидеться в студии. Спасибо, Борис, что пригласили и поддерживаете нас таким образом. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы делаем сейчас маленький перерыв на рекламу, после которой Исаак Горвиц и Людмила Фисенко расскажут о том, как они работали над спектаклем «Привидение Молен Руж». А сейчас реклама. Дистрибьютор французской компании «Готье Мэджик Фёрничер» представляет новую коллекцию детской, молодежной и офисной мебели по доступным ценам. 27.33 Кони Айленд Эвеню. Мэджик Фёрничер – это стиль и качество. Уже на протяжении 25 лет тысячи довольных пациентов обращаются в Институт глазной хирургии Йофе Смоляк, в один из наиболее профессиональных институтов глазной хирургии. Наша задача – сделать так, чтобы вы видели лучше. Благодаря высокой квалификации и большому опыту в офтальмологии, доктора Марк Йофе и Регина Смоляк заслужили безграничное доверие своих пациентов. Позвоните в Институт глазной хирургии Йофе Смоляк сегодня. Йофе Смоляк. Видеть лучше. Самая красивая пара российской эстрады – Наташа Королёва и Тарзан в новом супершоу «Любовь без правил». С 24 марта по 4 апреля. Билеты во всех театральных и интернет-кассах. До встречи на концерте. Я Лида. А я Софья. Мы лучшие подруги и всегда были похожи. И у нас обеих остеопороз. Но мы ведем активный образ жизни. Поэтому, когда я услышала про рекласт, единственное внутривенное средство против остеопороза, которое вводится раз в год, я сразу позвонила Софье. Мой врач сказал, что рекласт поможет укрепить кости и защитить их от переломов. Рекласт одобрен для многосторонней защиты от переломов, включая бедра, позвоночник и другие кости. Вам не следует принимать рекласт, если вы принимаете заметно. У вас низкий уровень кальция в крови, проблемы с почками или если вы беременны. Планируете забеременеть или кормите грудью. Ежедневно принимайте кальций и витамин D. Сообщите своему врачу, если у вас возникли сильные боли в костях, суставах или мышцах. А также, если у вас есть стоматологические проблемы, поскольку в редких случаях были отмечены проблемы челюстного отдела. Наиболее распространенные побочные эффекты включают гриппозное состояние, жар, боль в мышцах или суставах, головной боль, тошноту, рвоту и диарею. Ничто так не поддерживает, как старая дружба. Но что касается наших костей, то мы обе полагаемся на рекласт. Спросите своего доктора. Рекласт раз в году засчитана целый год для активных женщин. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступни, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. 718-436-4306 У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. У вас диабет? Вам просто необходимо ежедневно проверять уровень сахара в крови. Компания Applied Medicals имеет государственную лицензию на поставку всех необходимых вам приборов. Звоните по бесплатному телефону, и мы вам поможем. Документы мы заполним и напомним вам заказать новую партию. Доставка совершенно бесплатна к вашим дверям. Полностью покрывается Medicare и Medicaid. Звоните Applied Medicals прямо сейчас. С вами Борис Тенсор, и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». Привидение Мулен Руж. Мулен Руж мы с вами уже разобрали. Это Париж, это 115 евро на человека. Приходишь, смотришь «Конканс», пьешь шампанское. Но у нас лучше. Нам не надо ехать в Париж. Мы едем в Нью-Йорк, мы едем на Брайтон, и мы смотрим «Мулен Руж». И у нас прекрасные артисты. Только что вы познакомились с Сергеем Побединским. Хороший артист. Не так много мы имели возможность представлять его, но я надеюсь, такая возможность у вас представится. Вы сами пойдете на спектакль и посмотрите, как прекрасно он играет и прекрасно поет. А чтобы вы поняли, что это действительно спектакль хороший и интересный, у нас в гостях звезда, прима. Я правильно называю, да? Спасибо. Людмила Фисенко. Спасибо. А как тебя вообще объявляют? Как тебя обычно объявляют? А сейчас! А сейчас! А как бы ты себя хотела объявить? Вот объяви, пожалуйста. Я бы лично. Вот себя. Я бы лично себя просто объявляла, просто выступает Людмила Фисенко. Потому что, честно говоря, да, достаточно. Потому что, я думаю, что у меня достаточное количество людей знает, и очередные какие-то регалии, они, ну, лишнее зрение. Секундочку, давай регалии мы вспомним. Ты заслуженная... Артистка Украины, всего на все. И все? Все. И даже не лауреат на английском педре? Нет. Да. К сожалению. Еще нет. Пока нет. Хорошо. Людмила Фисенко, ведущая актриса спектакля «Привидение Молен Руш». Ну, давайте мы посмотрим несколько фотографий, которые ведут нас как бы в атмосферу этого спектакля. Пожалуйста, покажите нам афишу. Вот «Привидение Молен Руш». Вот так выглядит афиша. Вот так выглядят все участвующие в ней лица. Итак, постановка. Пожалуйста, помогайте нам, Исаак. Постановка этого спектакля – это Афанасио. Игорь Афанасио. Игорь Афанасио. И танцы Леонида Фарбора. И танцы Леонида Фарбора. А основные, главные звезды Людмила Афисенко и Сергей Побединский. Сергей Граба. И Сергей Граба еще. Да, точно. Вы знаете, я… И Орик Штеймер. Да. Да. Замечательная фотография. Вы знаете, у нас была… Да, это ты, да? Да. Вот как раз ты прекрасна. Это вот я, да. Да, прекрасно, прекрасно. Ты ведь меня… У нас был замечательный цвет. Привет. И мы, кстати, увидим это несколько видеоролик. Ты все время меняешь костюмы. Да, это мои. Да, ты выглядишь по-разному. Да, вы знаете, да, это мои собственные… А ты нравишься себе? Вот ты смотришь сейчас. Вы знаете, честно говоря, иногда да, иногда нет, чаще нет. Чаще нет. Да, я, кстати, себя не особо люблю смотреть. Чувствую себя по-другому немножко. Смотреть, слушать. Я вот сама по гороскопу рыба, но, наверное, немножко чувствую себя как скорпион, потому что я когда чувствую, то есть слушаю себя или смотрю, я таким самоедством занимаюсь. Наверное, это не совсем хорошо, но есть такая вот… Давай мы послушаем. Мы сейчас посмотрим видео, небольшой отрывок, и чтобы наши зрители тоже представили о том, кто у нас в гостях. Людмила Тесенко. Пожалуйста, дайте нам видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слова не забуду еще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню, я помню, мы с тобой уже говорили в эфире, ты рассказала, как ты приехала, как ты все это начинала. Ты довольна вот то, что произошло сейчас? Ты считаешь, что это продвижение вперед? Ты считаешь, что это как бы успех, который за собой повлечет новое что-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не просто довольна, я вообще считаю, что наконец-то осуществилась моя мечта, потому что я человек абсолютно театральный, я обожаю театр. И наконец-то осуществилась моя мечта соприкосновения опять с театром. Пусть это маленький театр, но это театр. То, что мы сделали, это настоящая театральная постановка. Это не концерт, не то, что я занималась все эти годы, там, 12 лет, что я нахожусь в этой стране. В основном это были шоу, в основном это были концерты, концертные какие-то поступления. А здесь соприкосновение с настоящим театром, театральной постановкой. Так что, собственно, это осуществление моей мечты. Прекрасно. Исаак, скажите, пожалуйста, как много заслуженных артистов разных республик находится здесь, в Америке? Достаточно. Я думаю, что достаточно. Вы не считали. Я думаю, что... А кто-нибудь уже вам звонил и говорил, Исаак, а вот какие там новые смектакли? Вы не набираете команду? Нет, ну это не так делается. Ну постепенно. Ну почему? Разве артист не может сам предложить себя? Почему? Достаточно. Сейчас начали предлагать сценарии. У каждого есть сценарий. У многих. Больше сценариев не... Чем театром. Да, и театром. Сценарии появились. Да. Я хочу добавить, сказать еще немножко об одном человеке. Просто мы сейчас говорим о коллективе, который сложился у нас. Благодаря Игорю Афанасьеву. У нас Сережа Грабе работает замечательно с нами. Слава Богу, это совершенно потрясающе, роскошный не только актер, но также режиссер, который нам помогает иногда выпутываться с некоторых таких затруднительных ситуаций, чисто актерских. У нас потрясающий, изумительный музыкант Эрнешт Штенберг. Это просто наше везение. Это просто мы должны сказать, слава Богу, что он просто согласился с нами работать. Но мы также должны сказать огромное спасибо еще одному человеку, который оказался на редкость театральным и на редкость верным этому проекту. Он начинал с самого с нами, с самого начала. Это Владимир Остапенко. Это человек, который с нами работает над музыкой. Это приходит, постоянно ставит нам музыку, крутит эти все ручки, тише, громче, фонограммы включить, выключить, порезать, где какие кусочки выбросить, где громче, где тише, микрофон, который нам постоянно включает, который к нам относится просто как к маленьким детям. Это создает какую-то атмосферу. Абсолютно. То есть вот это вот его готовность, его участие. То есть не только звезды, скажем так, определяют. Конечно. Первый человек, который подбежал после премьеры 19-го числа и поздравил с открытой душой, открытым сердцем, сказал, ребята, как я за вас счастлив, это был Володя Остапенко, который сам непосредственно принимал участие. То есть это была и его премьера такая же, как и нас. Но он настолько любит актеров, любит нас. Хорошо, я хотел бы еще спросить Исаака. Скажите, Исаак, у вас прекрасная жена Софа, да? Да. Вот когда только идея эта возникла? Я знаю, что она очень требовательная относится. Она хотела убить меня. Ну, так что? Да я такой же, конечно. Ну, мы живы, значит, все нормально. А вот сейчас ей это нравится? Сейчас. Я говорю, сколько раз я приглашал, иди посмотри, репетицию. Нет, я пойду только лишь, когда уже будет готово. Она пришла, она сказала, это же лучше, чем в Москве. Мы были 8 лет назад в Москве, и то, что мы видели, это стыдно даже говорить на эту тему. Сейчас, может быть, это изменится. Я не говорю о театре Апереты. Нас приглашал бывший директор театра Апереты в Аперету. Ну, после этого, сейчас он покойный. Понятно, мы еще поговорим об этом, но вначале я хотел попросить показать номер телефона. На экране, пожалуйста, уважаемые телезрители, звоните, высказывайте свое мнение. Может быть, у вас есть какие-то сценарии, вы можете предложить какие-то новые идеи. Исаак Гуревич говорит, что сценарий достаточно. Нет, пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. Кто-то смотрел спектакль, кто-то мечтает его увидеть, а у кого-то есть какие-то просто интересные мысли. Итак, телефон на экране 201-461-1384. Звоните. Скажите, Исаак, вы думаете о том, вот вы просто заговорили о Москве, вы заговорили о театре Апереты, и у нас как бы Людмила заслуженный артист. Вы готовы этот спектакль показать в Москве? Я не только готов, я знаю, что уже в театре Станиславского на эту тему идет разговор, и я думаю, что, попытаясь попытаться связаться с театром эстрады, и возможно, что мы договоримся, чтобы показать этот спектакль. Если нам это удастся, то только после этого уже минимум надо будет брать 250 долларов за билет. Но шампанское, пожалуйста. Ну, дадим шампанское. Дадим шампанское. Дадим шампанское. А правда хорошая идея, да? Приходишь? Очень хорошая. Почему нет? Эта идея хорошая. Бутылка шампанская, да. Так что подумайте, это я вам напоминаю просто. Да, мы так и сделаем, мы так и сделаем, мы так и сделаем. Да, и чтобы мы на этом уже уровне продолжали, мы смотрим следующий. Следующий фрагмент видео, пожалуйста, из этого спектакля, который называется «Привидение. Мулен Рош». Субтитры подогнал «Симон» 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 Есть любовь? Конечно, есть. Мы сейчас узнаем, что думает по этому поводу Йосиф. Нью-Йорк. Здравствуйте, Йосиф. Вы с нами в студии. Добрый день, мой дорогой ведущий. Я очень признателен вас за эту передачу. Я сижу, думаю, только о одном. Что такое театр? Театр – это жизнь. Театр – это жизнь. А жизнь – это театр. Поэтому мы люди. Каждый хотели бы быть актером в этом театре. Но, увы, мы актеры в своей жизни. В первую очередь, конечно, огромнейшее спасибо вам за эту передачу, потому что она действительно вдохновляет нас. Я считаю, что, может быть, это мое личное мнение, неполный зал, может быть, была, может быть, слабовата чуть-чуть реклама, потому что я смотрю ваше телевидение постоянно, и я ни разу видел упоминание об этом спектакле. Было, было. Я помню. Поэтому, может быть, вашему руководству, может, надо пойти на какие-то снижения. Я хочу сказать, что была реклама, была реклама, вот в новостях, когда я веду новости, я помню, что такая реклама была. Так что просто, наверное, прошло мимо. Правильно, Исаак? Была, была. Да, реклама была. Но, может быть, я специально, я специально сказал о том, что, то есть, назвал вещи своими именами. Зал не был полон, но потом была масса людей, которые говорили, жаль, что мы не видели. Да-да, пожалуйста, Иосиф, говорите. Да-да, и я хочу еще, алло. Да. Я хочу сказать очень огромное спасибо нашей актрисе, хоть она к себе немножко и строга. Людмила Афисенко, да. Великолепно. Я пожелаю им огромного успеха в их творчестве и надеюсь, что в следующем спектакле я обязательно буду их поклонником и зрителем. Огромного вам спасибо, здоровья и, конечно, успехов в вашем творчестве. Иосиф, спасибо большое. Спасибо, спасибо огромное. Хорошие слова, приятно слышать. Приходите. Ну, а сейчас к нам просится в эфир, а, может быть, и не просто просится, а мы ему благодарны. Борис Сталис. Борис Сталис, где вы? Здравствуйте, привет. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Борис. Давно я вас голос не слышал в эфире. Дорогие друзья. Да. У вас есть свое мнение? Людовик, я очень виноват перед тобой и всеми... Я вас не прощу, Борис. Потому что я не был на спектакле по техническим причинам. Вы боролись, вы боролись, наверное. Глядя на вас, боролся за счастье. Это просто... Боря, наверное, никто не знает, что только вы один на всем белом свете называете меня именем Людовик. Людовик. Раскрываем секрет. Да, я вначале так, Людовик, наверное, он позвонил не в ту передачу. Да. Я обещаю, что следующий спектакль я завалю тебя цветами, розами, конечно. Очень благодарен Иосифу за то, что... Он всегда на Иосифе. Очень много для того, чтобы вы действительно... Вы что-то изменяете все фамилии, имена? Вместо Исака – Иосиф. Вместо Людмилы – Людовик. А вместо Бориса Тенцера как вы называете меня? Я называю тебя тезкой, Борис. Тезкой. Хорошо. Борис Талис... Спасибо за прекрасную передачу. Ты сегодня выбрал замечательных людей. Это звезды нашей эмиграции. Эти звезды должны стать известны во всей России, во всей Европе. Я думаю, во всем мире. Потому что их талант, их труд делает их действительно звездами. Счастья вам, ребята, в вашем творчестве. Спасибо, Борис. Спасибо, Боречка. Я вас очень люблю. Спасибо. Потому что, смотрите, то, что вы сделали – это безотносительно вас. Вы прекрасны и как актеры, и как продюсеры. Но вы сделали, вы кому-то сказали – можно делать, можно замышлять и можно воплощать то, что мечтается. Скажи, пожалуйста, ты мечтала выйти на сцену и быть актрисой театра? Не какого-то своего концерта, у тебя прекрасное выступление, но быть так. Вот я именно, Боря, это и хотела сказать, что практически все меня знают, что я певица, что я когда-то была актрисой, что я когда-то… А бывает бывшая? Мне когда говорят «бывшая солистка театра оперета», я говорю «май гад», я не люблю вообще слово «бывшая». И вообще я немножечко очень странно отношусь к тому, что было. Я все-таки предпочитаю, чтобы люди, и я в данный момент живу здесь, я служу, я не люблю говорить «работаю», я служу тем зрителям, которые в данный момент меня слушают, которые здесь, здесь я пою для вас, дорогие друзья, вот для вас. И поэтому вы все знаете, что я пою, все знаете, что я иногда танцую, да. Но то, что я могу быть еще другая, и то, что для вас открылся Сергей Побединский по-другому, ведь это же тоже замечательно, что мы для вас немножечко открылись с той стороны, которая для вас показалась как-то вот вау, сюрприз. Хорошо. Потому что всегда хочется давать сюрприз нашим зрителям. Хорошо, тогда мы слушаем Тамару. Тамара, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Тамара, вы с вами в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я была на вашем спектакле со своей приятельницей, и хочу вам сказать, какое для меня произвело впечатление. Сначала, вы знаете, когда началось действие, было настолько необыкновенно, настолько непривычно, мы привыкли видеть оперетку всю такую красивую, нарядную, цветную, а тут такой мрак и паутину. И вы знаете, это было очень интересно, очень. А сам спектакль, конечно, очень понравился. Понравился все эти, все арии, все опереты, они настолько нам знакомы. Это все наше родное, и мы за этим скучаем. И мы получили большое удовольствие. Большое спасибо солистам и участникам, и всем. Большое-пребольшое спасибо. Будьте здоровы, и мы очень довольны. И хотим видеть и слышать вас почаще. Всего хорошего. Спасибо, Тамара, и вы тоже будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Яков Бостон. Здравствуйте, Яков. Алло. Здравствуйте. Я очень рад, что мне довелось побывать на этом спектакле, на этой премьере. Надеюсь, что он будет иметь хорошее будущее не только в Нью-Йорке, но и в Бостоне, и в Москве, и в Киеве, еще и где им захотят. Кстати, у вас, Борис, есть аналогичное имя, прекрасное, парижское. Это Морис. Это имя моего брата. Это аналог Бориса. Вот. И я был в Малинруже. И мне очень нравится, что этот весь фильм был таким видео рядом украшен. Я, правда, хотел спросить, как вы достали такие записи интересные? Это смотрелось очень хорошо. В общем, я желаю этому спектаклю прекрасного будущего. Спасибо, Яков. Спасибо. Людмила, у нас еще есть один видеосюжет, да, кажется? Да. Давайте посмотрим, чтобы как немножко перейти все-таки к спектаклю. Пожалуйста, покажите нам следующий видеосюжет. ПЕСНЯ Милый маркиз, вне первых крест, Смелись заслужить, И за стрепоту, и за глухоту, И звонки почить. Какой же нежно оркеан, И ножка вожжетки украла, И томки почить. И молодой цветовый, И совместей розыграла, Вне первых крестовый devices White house Посмотрела. Я должен сказать, что когда я смотрел, вот генеральная была у вас репетиция «Прогон», когда вы показывали, вначале как-то мне немножко было как-то странно, вот «Moulin Rouge», а поют не в французском языке, и как бы знакомые такие произведения, но потом это все стало органикой. А как же «Сальвопленсия»? Да, вот это да, это да. Хорошо, у нас Владимир есть, Владимир из города Нью-Йорка, правильно, Норин? Владимир? Алло! Да! Это Владимир Гузун. Да, здравствуйте. Владимир Гузун. Добрый день. Я бы хотел вот что сказать. Фисенко, Людмила и Сережа – это мои старые друзья. Мы давно по садику знаем их. По садику? Да. Вы ходили вместе в детский садик? Да, еще. Они, блядь. Я жучу. Они в курсе дела, они хорошо меня знают, особенно Сережа. Какой вопрос или какое предложение? Что вы хотите предложить? Я бы хотел, конечно, чтобы они не забывали старых друзей. Хорошо. Чтобы они, конечно, приехали к нам в садик. Хорошо. Скажите. Спасибо. Спасибо, Владимир. Привет в садику. У нас еще есть люди, которые ждут на линии, но я бы хотел вас спросить. Скажите, у вас появилось такое? Вот человек говорит, что не забывайте старых друзей. Вы не будете забывать старых друзей? У вас не появились еще звездные болезни? Вы знаете, мне многие, наоборот, говорят, что я как-то так себя веду, ну, уж совсем... Слишком просто. Да, как-то говорят, вот, ну, как-то чуть-чуть, как-то, ну, немножко более звездности как-то. Честно говоря, я не думаю, что надо более звездности. Я веду себя просто так, как веду. И старые друзья для меня, старые друзья, новые, новые друзья. А кто-нибудь был, смотрел ваш спектакль из тех, которые помнят ваш еще ту киевскую жизнь? Да, да. У меня были несколько человек, которые знают меня еще ту, сразу после театрального института, когда мне было 20 лет, когда я пришла еще. И это была, я знаю, что была Лиза, была Мара. Я, по крайней мере, двоих, я точно знаю, что приходили. Просто это женщины, которые мои поклонники, они уже... Ну, они просто поклонницы. И им очень понравилось. Они стали более чем довольны. Более чем довольны. Лиля из Мэрилен. Здравствуйте, Лиля, вы с нами в студии? Здравствуйте, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да. Здравствуйте, это говорит с вами... Меня зовут Лиля Гальпирина, я живу в городе Коламбия, штат Мэрилен. Так. Я, судя по виденным фрагментам, ваш спектакль замечательный. И я очень сожалею, что к нам был Тимур, вы не приезжаете в этот раз. Я понимаю, что это сопряжено с огромными трудностями, затратами, спектакль вести к нам. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы приехали в Тимур, и мы бы смогли собрать большую аудиторию и посмотреть ваш спектакль. Это, наверное, вопрос к продюсеру, и посмотрим, как это будет все работать. Моя задача была сказать, ребята мечтали и ребята воплотили. Господа мечтали, господа воплотили. Я не знаю, как удобнее, если говорить господа или ребята. Мы очень большая поклонница наших русских спектаклей. Часто к нам заезжие артисты из России дают очень некачественные выступления. Хорошо. И что мы говорим, кажется, нас... Спасибо, спасибо. Просто у нас заканчивается эфирное время, и я бы хотел, может быть, еще последний звонок взять. Алло? Да. Кто у нас на линии? Надя? Да, Надя. Да, это вы из Балтимора? Да, Надя и Маркус из Балтимора. Да, у вас есть 22 секунды. Хорошо. Говорите. Да. Людочка, дорогая, нам очень приятно видеть тебя. Это Надя и Маркус из Балтимора. Вау. Они с друзьями. Понятно. Мы восторг. Хорошо. Мы хотим, чтобы ты приехала к нам. Все, 21 секунда прошла. Спасибо. Спасибо. Надя, спасибо. Господа. Я даже не знала, что вас так смотрят. Я не знала, что у меня оказывается столько поклонников и друзей. Я хочу сказать, что и вам, Исаак Гурвиц, продюсер спектакля «Привидение Мулен Рушь». Сергей Побединский, ведущий артист спектакля «Привидение Мулен Рушь». И Людмила Фисенко, ведущая актриса спектакля «Привидение Мулен Рушь». Я хочу вам сказать большое спасибо. Удачи. Гастролей, новых спектаклей. В любом случае, у меня осталось хорошее впечатление, что если и я что-нибудь задумаю, то это можно поплатить. Надо просто попробовать это делать. У вас получится, у вас получится, 100%. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Спасибо вам. И удачи. И у вас, уважаемые телезрители, я должен сказать, все, что вы задумываете, особенно по понедельникам, всегда сбудется. Обещаю. С вами был Борис Тенсор и программа «Контакт по понедельникам». До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»